Прошлое видео уже морально устарело, ведь выходило оно 2 года назад, посему это отличный повод обновить видео с учетом случившихся в игре изменений. Как и в прошлом видео, я разобью героев по классификациям и мы узнаем, что же изменилось за 2 года. Как сильно поменялись герои с того момента, на что стоит сделать акцент новичку и не только. Об этом и обо всем остальном вы сможете узнать из этого видео. И давай договоримся так, если помог с тебя, обязательно лайк. А спонсором этого видео является Raid Shadow Legends. Игре уже почти 3 года и до сих пор она продолжает удивлять чемпионами, но чемпионы это одно, а вот совершенно новая фракция в лице воинов сумрака это горячая новинка. Вдохновение было взято из японской культуры, смотри какие самураи тебя ждут. Они встали на сторону зла или добра? Ответ на этот вопрос ждет тебя в самой игре. За что любят Raid? Адские зарубы на арене, ведь именно тут ты можешь помериться силами с другими игроками. А еще громадное количество подземельей, в которых ты устраиваешь охоту на артефакты. Так что же нового в игре? В революции выходит 11 потрясных чемпионов и я уже затачиваю клинки, чтобы увидеть на что они способны. А еще на голову свалилось около 200 новых заданий, выполнив которые ты получишь поистине эксклюзивного чемпиона. Почему ты еще ждешь? Заходи прямо сейчас в описание под видео и качай Raid только по моим ссылкам. Жду тебя в Raid. Усилители Клык, Кирилл и Регард. Это та тройка костюмных героев, которые теперь лежат в основе игры. Герои, которые способны помимо шикарных бафов на атаку и защиту дать большой прирост урона вам и вашей команде. Клык это отличный герой отхила, с учетом того, что он может воскреснуть. Кирилл это отличный герой и для защиты и для атаки. А Регард это лучший хил игры и не просто так, у многих он есть в количестве более чем 3 штуки. Царь по прежнему остался классикой увеличения урона, хоть и с рандомным шансом на постоянные промахи. Усилители Камней. Вписал я сюда одного героя и им стал Йод. Шикарно зайдет в команду атаки на события или титанов, или мифических титанов. Когда все поле в синем цвете, Камни получают колоссальный прирост к силе. И даже несмотря на медленную ману, он все равно не теряет своего шарма. Бронерезы. Уилбер и Тибурту с костюмами. Никого больше сюда я определять не стал, хотя кандидатов было много. Речь все-таки идет о самых нужных героях игры. А это Уилбер с его массовым срезом брони и распределением урона как на союзников, так и на врагов. После Уилбера любой массовик становится очень сильным убийцей. И особенно четко на таких уровнях использовать его в тандеме с диспеллером. Накладывая срез брони и снимая распределение урона у врага. После того, как прошлись массовиком или трипл-шотером, конечно же. Чтобы дальше уже уничтожать цели точечно. Тибуртов с костюмами уже давно стал открытием, ведь это один из немногих массовых бронерезов, который без костюма был трипл-резчиком. Теперь же, благодаря всему этому, он, как и Уилбер, может спокойно разогнать ваши команды по урону. Как шотеров, так и массовиков. Ведь самая главная проблема, которая была до этого, это отсутствие массового среза. Что приводило к тому, что при одном убитом враге по центру у вас был выбор наносить урон и срез по одному из флангов обороны. А теперь это массово. Ну и Леди Тумана, которая шикарно усиливает потенциал ульты в ваших героях. Это бронерез конкретно для увеличения силы ульты. А также нехилое наложение среза регена маны. Все это с быстрой маной, в общем, мастхэв. Стихийные бронерезы. Шакал, Сокол, Алмур, Нордри и Пантер. Думаю, роль стихийных бронерезов обсуждать не стоит. Это самые нужные герои игры, без исключения. За одним моментом, конечно, в это видео попала и пятерка, и тройка. По той простой причине, что стихийных четверок синего и фиолетового цветов еще не завезли в игру. Конечно, в идеале иметь целый фулл пакет из таких героев, как Марьяна в костюме, Леонида в костюме, Пантера, Фрида и Эвелин. Но этих героев поймать в разы сложнее. Поэтому порой и Нордри на безрыбье стихийный бронерез, которого активно используют на событиях и титанах. Пожалуй, стихийным бронерезам всегда есть место для прокачки. Это отдельный элемент игры, заслуживающий вашего внимания. Диспеллеры. Сабина в костюме, Митрин, Соня, Кэдман и Мелиндор в костюме. Соня и Кэдман это классика, оставшаяся в этой классификации регулярными представителями игры. А вот далее уже идут костюмы Сабины и Мелиндора, которые работают по одному принципу тикающего отхила. Но разные в том, что один накидывает нехилый баф с защитой на всех, а другая не позволяет врагам накладывать на себя бафы. Диспелл в игре это такая же основа, как и стихийные бронерезы. Они сильно увеличивают вариативность ваших команд, а также шанс на победу. Причем это касается также всех элементов игры. Титаны, события, карта и весь контент в игре вообще. Но и заключительным героем в этом списке стала Амитрин из Ниндзя, которая может быть как точечным диспеллером, так и массовым. И в отличие от множества диспеллеров, она работает по принципу сначала снять все бафы и только потом ударит. Аналог ей много кому известный Кагебурада. И эта особенность делает ее одной из лучших диспеллеров игры. Танки. Кошрек в костюме, Кирилл в костюме и Дружок. Все герои обладают охренительными статами для четверок, а представители зеленого цвета и вовсе уникальными. Кошрек поднимает здоровье своим ближайшим соратникам, а вот Дружка и Кирилла можно сравнить друг с другом, ведь они оба выполняют функции резчика брони и атаки в одно. С одной разницей в том, что один помимо этого хилит, а другой накладывает стражей и бьет. Хоть и не очень сильно. Хиллы. Регард, Клык и Барашка. Это два безкостюмных варианта и герои события. Причем если без двух первых вам придется тяжко, то вот без последней можно и обойтись. Однако быстрые хиллы встречаются крайне редко, отчего она и попала в этот список. Контр-атакеры. Барилл и Киприот. Они тут по-прежнему, лишь для того, чтобы помочь с прохождением сложных событий и квестов. Причем можно использовать как оригинальные, так и костюмные версии. Ударники. Гриффин, Сапфир, Гормик в костюме, Келайл в костюме, Колин в костюме и Гулинбурсти. Конечно, этот список мог быть больше, но я выбрал одних из самых противных. Гриффин своим шотным уроном и обходом контры. Сапфир просто уроном, который может обойти как контру, так и защиту. Гормик в костюме по-прежнему может быть бронерезом, но сюда он попал как копия Гримбла, которая поможет одержать победу в сражении против стражей врага. Келайл и Колин в костюме это поджигатели врагов, жоп и не только. Их урон поистине хорош. Ну и завершает этот список Гулинбурсти, который и хил, и дамагер, и бустер, и вообще очень интересный парень кабан. Обзор на него, кстати, валяется на канале, советую посмотреть, если еще не дошли до него руки. Ну и остались блокираторы. Протей и Гензель. Это такая же классика игры, которая не меняется. Протей это хелл на минималках, блокирующий трех врагов и травящий их. А Гензель точечный быстрый блокиратор, возможности которого не ограничиваются только лишь блокировкой. Врага можно принудительно закидывать камнями, чтобы сбросить ему ману в ноль. Очень ценное умение, которое есть далеко не у каждого. Это было мое видео и мнение о том, как поменялись герои и сама игра за два года. А какой герой, по твоему мнению, должен был сюда попасть? Напиши об этом обязательно в комментарии. Всех я, конечно же, выбрать не мог и отобрал только тех, в ком я 100% уверен. Не забывай о еще одной очень важной особенности. Все костюмные герои со скоростью набора маны средней могут набирать ульту с 9 камней, если у вас есть первые или пятые отряды на ману для них. Поддержи, пожалуйста, это видео лайком за проделанную работу, сделай репостик и подпишись на канал. Ведь таких видео для обновления хватает с головой. А в то время, пока я готовлюсь к Суперлиге, мы можем набрать пару-тройку тысяч лайков. Прошлый видос вообще набрал 6000. Надеюсь, это видео помогло тебе или твоим знакомым с определением ориентиров в игре. И от этого мне тепло на душе. Спасибо за поддержку. Дальше интереснее. Всем пока.